Привет! Меня зовут Денис Дудоров. В Авито я уже больше 8 лет, из них 7 лет я занимался организационным развитием, а последний год я руковожу офисом управления продуктом. Сейчас я занимаюсь продуктовым портфелем, процессами управления продуктом и сокращением времени, которое занимает вывод наших продуктов на рынок. В компании я работаю три года, соответственно попал я три года назад. Это было очень интересно, я защищал пятилетнюю стратегию, которую я написал за две недели по заданию из одного абзаца, без одной цифры. И это был отличный челлендж, потому что C2C логистики на рынке практически не было на тот момент, а это безумно задрайвило и продолжает драйвить и сейчас. В моем понимании Амбассадор — это пассионарий, который верит, разделяет корпоративную культуру Авито, готов об этом рассказывать на рынок, рассказывать про то, чем мы занимаемся, какие классные проекты делаем и почему именно у нас надо работать. В моем понимании Амбассадор — это человек, который разделяет ценности компании и готов культивировать их как внутри, так и снаружи. Я считаю, что Авито и так является одним из лучших работодателей в России, и не только, кстати, в России, но и глобально. Но понятно, что об этом нужно говорить. Я считаю, что основной задачей лично моей — это будет очень четко, часто, постоянно, я бы даже сказал, коммуницировать это в рынок. Компания растет с каждым годом, к ней становится все больше сотрудников. Многие компании в таких условиях превращаются в корпорацию. Я верю, что Авито пойдет по другому пути. Мы сохраним нашу культуру, и у наших сотрудников всегда будут гореть глаза. Эти сотрудники будут продолжать работать в командах, которые работают как стартапы, а вокруг мы построим эффективную структуру и процессы, которые помогут этим стартапам работать сонаправленно. Авито как компания очень динамично развивается, и на самом деле, вот я как человек, кто проработал здесь 8 лет, могу сказать, что там просто оглядываясь год назад, уже можно не узнать там, что вообще происходит. То есть настолько быстро все динамично меняется. Я надеюсь, что мы не растеряем эту скорость, и также будем гибко адаптироваться под изменяющийся мир вокруг. Авито — это та платформа, которая позволяет решить очень большое число customer needs, customer pains, то есть потребностей к нашей пользователям. Вот от услуг до покупки, я не знаю, там, БО автомобилей и так далее, и так далее. Соответственно, очень классная миссия у Авито. Чем больше людей приходит на эту платформу, да, тем, ну, с одной стороны, богаче становится платформа, и мы как бизнес растем — это с одной стороны, а с другой стороны удовлетворяются потребности наших потребителей, да, наших пользователей, и на самом деле жизнь тех, кто пользуется Авито становится чуть лучше. Я считаю, что, во-первых, очень важно быть честным перед самим собой, перед коллегами, перед пользователями, перед всеми, с кем имеешь дело. Вот даже если что-то идет не так, лучше про это честно сказать и найти какое-то решение. Во-вторых, я очень ценю целеустремленных людей, идейных, кто ради того, чтобы достичь какой-то благой цели, не будет останавливаться, сдаваться, опускать руки. Очень важно, чтобы у человека было чувство юмора, потому что для меня это такое мерило, которое показывает и отношение его к жизни, и критическое мышление, и возможность преодолеть ошибки, с которыми ты сталкиваешься. Я очень ценю в людях порядочность, и когда у них есть ценности, которыми они придерживаются, за которые они готовы стоять. Ну, во-первых, я считаю себя очень ответственным и даже иногда гиперответственным человеком. Во-вторых, я научил себя становиться лучше при любой ситуации, поэтому все падения, если они происходят, должны делать меня сильнее. Это навык я развиваю уже, наверное, лет двадцать. Ну и на самом деле ключевое мне не все равно. Я думаю, что очень важно сначала цель формализовать, то есть сказать, куда мы идем, потому что на самом деле, если часто начинаешь копать вглубь, не все люди могут эту очень явную, понятную, амбициозную цель для себя определить и формализовать и поставить, чтобы потом к ней двигаться. Соответственно, дальше очень помогает, конечно, стрессоустойчивость, первое. Второе – это умение собрать команду, мотивировать ее и рассказать и вдохновить вот этой целью, которую мы все поставили, для того, чтобы дальше люди вместе с тобой ее достигали. Это качество как раз, ну, лидерство – это очень важное в больших проектах, которым мы занимаемся. Я думаю, отношусь одинаково к своим и к чужим, но важно отметить, что ошибки бывают двух типов. Первый тип – это когда ты проанализировал всю доступную тебе информацию, принял решение, и оно все равно оказалось неверным. В этом случае ты просто получаешь опыт и становишься лучше, становишься сильнее. Есть другая ситуация, когда ты просто принимаешь поспешные решения, не подумал достаточно хорошо. Это не очень хорошие ошибки, их лучше стараться избегать. Я думаю, что основное, что мне всегда помогало расти – это нацеленность на результат. То есть я обожаю получать результат, я обожаю решать сложности, разгрызать проблему, находить ее решение и, ну, если совсем по-простому, да, to make the world a better place. Мне помогает расти понимание того, что очень много чего еще можно изучить и очень много, что еще можно изменить, что нет предела совершенству, что нет предела и какого-то идеального сетапа. И вот это желание делать то, что называется по-английски continuous improvement, оно заставляет все время двигаться вперед, потому что ты думаешь, а как можно это сделать лучше, удобнее, полезнее и замечательнее. Да что тут сказать, кроме того, что, в общем, команда… Вот, если вы хотели бы пообщаться с самой крутой командой, самой экспертной командой, которая знает все про рынок работы, это вот без шуток, приходите к нам, к любому причем человеку, это вот люди, отобранные вручную. I don't want to talk about, when I say my team, I don't want to talk about the people in my organization from customer service and moderation. For me, the business teams, the product teams, the leadership and the people in my organization is one team. And we play together as one team. I искренне считаю, что мы делаем жизнь россиян лучше, поэтому обеспечивая доверие и безопасность, мы по факту гарантируем, что люди, приходящие к нам на площадку, их никто не обманет, и они успешно сделают то, ради чего они то пришли. Вот, и это ощущение того, что от тебя зависят десятки миллионов людей по всей России, оно реально заставляет делать больше и больше. На самом деле и в работе, и в жизни меня мотивируют люди. Просто в жизни меня мотивируют мои дети, мои близкие, а в работе меня мотивируют люди, для которых я создаю что-то новое, коллеги и моя команда. Каждый день думаю, чтобы сделать новое. Это очень интересно, и это очень сильно стимулирует меня. Меня вдохновляют интересные задачи, крутые люди, новые сферы. Меня вдохновляет моя семья. А где мама работает, Саш? В Авито. В Авито? А что мама делает? Она дает своим коллегам нужную работу. Да? А тебе нравится с мамой приезжать на работу? А почему? Потому что у мамы на работе очень хорошо и уютно. А что-нибудь еще хочешь сказать? Моя мама самая лучшая. Когда-когда-нибудь я уйду из компании, я год посвящу тому, чтобы путешествовать. И вообще я очень ценю возможность в жизни открывать для себя новое. Любое путешествие – это возможность посмотреть на мир глазами людей, которые живут в той или иной стране, и взять что-то из их взгляда для своей картинки мира. Если бы мне не надо было работать, я бы точно больше времени тратила на благотворительность, на помощь приютам для собак и для кошек. Если бы я не работал ради того, чтобы зарабатывать, я бы занимался больше музыкой. Потому что я считаю, что у меня к этому есть талант, но пока я его могу реализовать только в караоке. Слушай, да семья самое главное. Я говорил, у меня три пацана, вот три сына. Вот, ну, как бы, все. Что может быть главнее? Ну, а там дальше уже мы аранжируем. Работа, любимая работа, конечно. Все остальное – хобби, друзья, все такое. Ну, вот такая линейка. Да много чего, но прежде всего я сама. Мне важно сохранять в себя свой ресурс для семьи, для своих друзей, для коллег. Мне кажется, самое важное в жизни – это приносить пользу. Мне кажется, самое главное в жизни – быть в гармонии с собой. Если ты знаешь, чего ты хочешь, если у тебя есть призвание и тебя окружают люди, которых ты любишь и с которыми тебе круто, то ты, наверное, достиг всего того, чего ты хотел и мог. Ну, во-первых, жить – это в целом очень важно. Просто чувствовать и ощущать жизнь, что она есть, она не проходит мимо. В детстве я много думал о том, какой же смысл моей жизни. Я пришел к тому, что это рост, развитие над собой, а также благополучие самых дорогих для меня людей. Для меня самое важное в жизни – это баланс. И когда обсуждаем понятие счастья, я тоже его постоянно декомпозирую. То есть это и про здоровье, и про любовь, и про самореализацию в работе, и про ту ценность, которую ты даешь обществу вокруг тебя, людям вокруг тебя. Для меня это всегда такой сбалансированный взгляд, постоянный поиск, на самом деле, этого правильного баланса. Но вот тот момент, когда я ощущаю, что я сейчас в балансе, в гармонии, вот я тогда счастлив. У всех людей разные смыслы и цели в жизни. Вот я лично считаю, и для меня это так, что самое важное – это помогать другим людям. То есть если каждый будет делать сам все правильно и помогать другим, то мы будем жить в прекрасном мире. Я думаю, что самое важное для меня – это оставить след. Именно поэтому я работаю в Авито, потому что это та компания, где я могу влиять на жизнь большого числа людей и делать их жизнь лучше. Это и является самым важным для меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова